Откроем первое послание Коринфянам, третью главу, прочитаем шестнадцатый и семнадцатый стихи. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет у вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». В прошлый раз мы говорили по поводу предшествующего этим словам предупреждения апостола верующим, что для них существует опасность потерять награду из-за использования некачественного материала в строительстве Дома Божия, которому они привлечены. Мы говорили в прошлое, что качество этого самого материала зависит от ряда условий в служении верующего, насколько эти условия выполняются. Служение должно соответствовать божественному установлению о нем, и с этим бывают очень большие проблемы, потому что сплошь и рядом случается, что именующие себя христианами делают во имя Христа, делают порою очень ревностно, отдавая сил и время то, чего Христос совершенно не велел им делать. Конечно, сюда могут быть отнесены разного рода традиции, обряды и тому подобное, что не находят никакого основания в Слове Божием, но являются заповедями человеческими, выполнения которых к истинному делу Божию никак не относятся, и ничего полезного к сооружению этого храма Божьего оно не прибавляет. Конечно же, сразу приходит на память практика исторических церквей со всей ее обрядностью и обычаями чисто человеческого, а порою даже подкровенно языческого происхождения. Но от этой проблемы не избавлены и евангельские церкви, потому что, хотя человеческие традиции у них не столь многочисленны, тем не менее, они уже успели ими обзавестись. Некоторое их количество, небольшое, правда, существует. Но кроме их, кроме этих традиций, есть еще проблема разного рода суедных учреждений, каких-то программ, какой-то суетной активности, которая отвлекает внимание, распыляет силы. Но никакой особенной пользы не приносит, и об этом все больше и больше говорят очень многие пастыри церквей. Эта проблема имеет место. Но мы в прошлый раз говорили, что даже и при внешне вполне правильном служении, которое обосновано Словом Божиим, строительство этого храма может все-таки оказаться некачественным в руках верующего человека и не выдержит конечного испытания огнем Слова Божия, которое судит помышления и намерения сердечные. Эти самые внутренние мотивы служащего, если они будут неверны, они могут превратить его дело в подверженный огню материал, который не устоит. Потому что, когда служащий совершает служение, думая о себе, он, по сути, для себя и служит. И в этом случае у него нет оснований ожидать, чтобы Господь наградил его за то, что он служит самому себе. Мотивация совершающего служения в его действованиях, она имеет очень большое значение для ценности этого служения. Итак, апостол, завершив образ строительства вот этими рассуждениями о качественном, некачественном материале и о последствиях, последней проверке этого строительства, завершив этот образ, спрочитано нами только что 16 стиха, как-то вроде неожиданно даже, вроде бы без прямой связи с предыдущими словами, вдруг говорит о разорении храма Божия и грядущем наказании за это, тому, кто посмеет это сделать. Один из толкователей постарался объяснить, показать целостность апостольского слова в этой третьей главе тем, что Павел здесь изображает три группы людей, по-разному обнаруживающих свое отношение к храму Бога, то есть к церкви. Одни создают, созидают из драгоценных, из драгоценных надежных материалов, другие, думая, что строят, на поверку никакой пользы не приносят, потому что неправильно выбрали строительный материал. А вот третий разоряют этот храм, то есть их деятельность вредит целостности этой постройки, хотя не обязательно они это сами хорошо понимают и не обязательно они сознательно так действуют. Конечно, эти три категории людей, присутствующих в церкви, они различимы в свете Слова Божия. Они есть, и их отличия надо иметь в виду, чтобы знать, в какую категорию надо попасть, а каких категорий избегать надо. Но здесь апостол не столько, наверное, заботится о выделении вот этих разорителей в отдельную ясно очерченную категорию, сколько усматривают общую для коринфской церкви проблему и предупреждают о ней. Первое в этой проблеме было то, что коринфяне не очень четко понимали свое собственное положение. Кто они, уверовавшие во Христа и вошедшие в его церковь? Это видно из заданного Павлом вопроса, 16 стихе. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Вероятно, что они это слышали, они это знали, но как-то не придавали этому значения. Как-то это ушло из поля их зрения. И из-за этого стала проявляться какая-то неосторожность и вообще даже небрежность в их действовании в отношении своей церкви. И таким образом, речь здесь идет не столько об отдельной какой-то категории разорителей храма Божия, сколько об общей тенденции в коринфской общине к такого рода разделению. Очень многие там оказались в опасности быть причастными к распаду их церкви. Это общее направление, которое наметилось в этой общине. О причинах вот этой тенденции Павел уже много говорил выше и в предыдущих главах, и теперь он вновь затрагивает их. Вот с 18 стиха он пишет «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо будрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Это с 18 по 20 стих. Здесь Павел Лунов предупреждает о мудрости человеческой, которой увлеклись коринфяне и стали внедрять её в своей церкви. Однако вот эта мудрость, она не служит и не может служить к созиданию Дома Божия. Она не объединяет верующих в единую церковь, потому что объединяющим центром верующих может быть только Иисус Христос, которого эта человеческая мудрость не проповедует и зачастую вообще не признаёт. Она таким образом устраняет среди верующих то, что их соединяет и что может только и служить этим объединяющим началом. Объединение же вокруг Христа и во Христе есть явление более сложное, чем может показаться на первый взгляд. Это не только объявить, вот Христос, вот идите к Нему, стремитесь к Нему. Как стремиться? На практике это также означает хождение в истине. Это означает жизнь по учению во всех аспектах. Проявление этого учения во всех аспектах повседневной жизни верующего человека. То есть это требует изменить свой взгляд на всё сущее, принять оценку Христа, как Он оценивает мир, как Он оценивает жизнь. Это требует полностью изменить приоритеты, полностью переоценить жизнь. И человеческая мудрость, вот эта философия этого мира, она делать этого не станет, потому что она как раз-то проповедует ценности земной жизни, утверждает приоритеты этого мира, формируя и проповедуя его взгляды. Она противоположна учению Христа, хотя нередко она пытается это скрыть, подстраиваясь под это учение. И вот на эту противоположность указывает Павел в приведенном тексте, кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, потому что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Мудрость мира сего и мудрость Бога невозможно поставить рядом. Они совершенно противоположны друг другу и взаимно одна другую исключают. Поэтому у верующего человека есть выбор или то, или другое. Третьего варианта не существует. А коринфяне как раз попытались создать этот третий вариант, соединив мирскую мудрость с тем учением, которое они приняли, с учением Иисуса Христа. Мудрость мира сего в очах Бога оказывается безумием, потому что она абсолютно не учитывает вечность. Она ограничена земным кругом, потому что не признаёт жизни после смерти, не признаёт Бога как судьи, которому надо давать отчёт после этой жизни. Она направлена на достижение желаний и интересов плоти даже и тогда, когда она проповедует аскетизм. Есть такие разновидности в философии, проповедующие аскетический образ жизни, но даже в этом случае она служит плоти, вроде бы ограничивая её, потому что она стремится избавить жителя земли от мысли о суде по ту сторону жизни, об ответственности перед Всевышним. Она даже и в этих случаях старается доказать человеку и успокоить его, что ему не нужен Христос, что можно достичь совершенства собственными силами, ограничивая плоть. Это лукавая философия, которая служит плоти. И внедрение её в церкви и в психологию верующего разрушает Дом Божий. Таким образом, мирская философия, которой стали увлекаться Коринфяне за вот этими красивыми сентенциями, за изощренными оборотами речи, скрывала и скрывает возврат на позиции этого мира с его ценностями, что приводит к восприятию мирских устоев жизни, светского поведения, светского образа жизни и отказ с отъединением во Христе. Апостол предупреждает, во-первых, о лукавстве этой земной мудрости, приводя цитату из книги Иова, уловляет мудрых в лукавстве их, в чём лукавство мы уже говорили, и затем указывает на пустоту и ничтожество, её цитируя 93-й псалом, его 11-й стих, «Господь знает умствование мудрецов, что они суетные». Эта мудрость бесплодна и бесполезна в плане спасения человека, и более того, она губительна для него. Павел приводит здесь Коринфянам божественную оценку земной мудрости, давая понять, что она неугодна Богу, что она противна его воле, неистинна, и потому увлечение ею ни в коем случае не приблизит Коринфян к Господу, но отдалит от него. Она не работает на созидание их церкви, но на ее разорение. И вот далее Павел возвращается к вопросу, которого он уже касался, который он уже изъяснил. Это с 21-го стиха он говорит, «Итак, никто не хвалишь человеками, ибо все ваше, Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Вот это наметившееся в Коринфе разделение по придуманным коринфянам и же философским школам, философским направлениям, богословским направлениям, разделение явилось процессом, который возник и протекал в русле именно той человеческой светской мудрости, которой стали увлекаться Коринфяне и стали внедрять ее у себя. И этот процесс вел к распаду их церкви, к распаду на отдельные группки или на отдельные общины с избранными лидерами, которых сами же коринфяне избирали бы себе, что было бы разрушением, а не созиданием Дома Божия. Последующий сценарий, он вполне типичен. Вот эти вот отделившиеся друг от друга части, бывшие от единой общины, они не отличались, сами не отличались бы стабильностью. Они скоро, в свою очередь, стали бы делиться под давлением внутренних несогласий и противоречий. И в конце концов, все привело бы к полному исчезновению вот этих очагов поклонения Христу в их городе. апостол поднимает вопрос об этих делениях и указывает коринфянам на их действительное положение как церкви, чего они также не понимали. Никто не хвались человеками, говорит Павел, предупреждая верующих еще раз против того, чтобы они не творили себя кумиров из людей. И тут же он объясняет вот это предупреждение, почему не хвалиться, потому что ибо все ваше. И дополняет вот это объяснение подробностями, Павел ли или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вот это, очевидно, для коринфян была совсем новая идея, неожиданная истина или точка зрения, которую они никогда еще не имели, потому что если бы они имели, то они едва ли бы допустили такое неправильное отношение к служителям Иисуса Христа. Павел объясняет им, что выше их как церкви лишь Христос, Божий Сын, Божий Помазанник. Ни Павел, ни Аполлос, ни Кифа не стоят в некоем промежутке между ними и Христом, как посредники, потому что такого промежутка более нет. пока не было принесено жертвы Иисуса Христа, он существовал, это была просто непреодолимая дистанция между Богом и человеком, теперь этого нет. Каждый имеет возможность непосредственно связаться с Господом и каждый должен эту возможность использовать. Для людей-посредников более нет места. Они просто не нужны, они без работы остались, когда Христос совершил свою жертву. А все существующее, что перечислил Павел, включая и себя в этот список, оказывается, принадлежат церкви в том смысле, что ради нее оно все существует. Все оно существует и присутствует для ее блага. Вся целесообразность в Павле, в Кифе, в Аполлосе обусловлена тем, что церкви нужно их служение для восполнения ее потребностей, прежде всего духовных, и существует Павел и все его сотрудники, все служащие. Мир в оригинале в греческом языке это слово космос. Это все мироздание, включая его обитателей. Он также существует ради церкви, чтобы она родилась. Помните эту притчу о пшенице и плевелах. Поле есть мир. Он нужен, чтобы было куда посеять эти зерна, эту пшеницу. В оригинале также слово космос подразумевает человечество, совокупность обитателей земли и вот ту враждебную среду, которая противодействует Христу и церкви. И в этом понимании мир существует тоже ради церкви, чтобы она могла возрасти и утвердиться в испытаниях. И чтобы она имела возможность на практике приложить то, чему научает ее Христос. Мир – это поле ее деятельности. Это та скорлупа, без которой никогда не созреет вот это драгоценное ядро. Та внешняя оболочка, без которой не зародится и не созреет зерно. Жизнь и течение времени, настоящее и будущее, весь ход истории – все это ради церкви, все это для нее, для того, чтобы она умножалась, наполнялась спасенными людьми, совершенствовалась. Все это обусловлено существованием и присутствием церкви, и без нее оно не имело бы просто никакого смысла. Церковь никому и ничему не принадлежит из перечисленного, и ничто из этого списка не стоит выше ее. Она же принадлежит только Иисусу Христу, только одному Христу. Вот это учрежденная Богом иерархия. Церковь, Христос и Бог, Отец Небесный, Христос Божий. И попытка создать еще какое-то звено в этой иерархии между церковью и Христом, оно не приведет к тому, что у церкви укрепится и улучшится связь со Христом. Это звено, оно не соединит ее с Господом, но наоборот, оно послужит к разделению, отделению ее от Бога. Смотрите, вот что вновь внушает Павел Коринфянам только уже в своем втором послании к этой церкви. Это 4 глава, 5 стих, 2 послания Коринфянам. Он там говорит, мы рабы ваши для Иисуса. Вспомните, как апостол Иоанн во втором соборном послании, как он величает церковь. Он обращается к ней словом госпожа. Павел вновь тоже в этой 4 главе второго послания, только уже 15 стихом он говорит, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Все для вас. Это та же самая мысль, которую мы видим в разбираемом нами окончании 3 главы послания Коринфянам. То есть вы существуете не для Павла, для Аполлоса, Акифы, наоборот, а не для вас. Эта завершающая мысль 3 главы, она может послужить своего рода даже таким пояснением к апостольскому предупреждению 17 стиха, где он говорит, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Потому что вот эта концовка 3 главы, она показывает, какое важное значение имеет церковь в очах Божиих. Так что ради нее существует и мир, и жизнь, и все остальное, включая и всех служителей Христовых, поставленных Господом для восполнения духовных и даже телесных потребностей членов этой церкви. И посягательство на церковь влечет за собою кару Божию, потому что церковь – это Божие дело. Кто служит к ее разрушению, тот разрушает дело Бога. Церковь – это жилище Духа Святого, и разоряющую разоряет храм Духа Святого, его место пребывания. Если мы с этой точки зрения посмотрим на действия тех, кто наносит урон церкви, то нам совершенно естественной покажется и реакция Господа на эти действия, которые говорит Павел, того покарает Бог. Причем важно заметить, что данное предупреждение адресовано не внешним, потому что легко разорителей увидеть среди внешних сил гонителей, притеснителей церкви. Но Павел здесь наставляет коринфян, самих коринфян, он к людям мира не обращается. Он прежде всего имеет в виду наносящих ей вред изнутри. И среди коринфян он в первую очередь имеет в виду тех, кто пошел путем вот этого разделения общины на вот эти группки с самовольно избранными лидерами. Это предупреждение должно внушить вообще всем верующим недопустимость пренебрежительного отношения к их поместной общине, какое нередко случается. И случается это в большой степени может быть потому, что верующий видит несовершенство своих братьев и сестер. Возникает мысль, возникает такое вот отношение пренебрежительное. Реально положение поместной церкви и отношение к ней Бога таково, вот каким представил все это Павел в разбираемом нами окончании третьей главы. И всякое действие или слово, которое направлено не на устройство поместной церкви, но наносящее ей какой-то урон, оно не проходит мимо внимания Христа. и такого человека, который производит это все, оно ставит в оппозицию ко Христу. И это не служит благословению такого члена церкви, особенно, когда дело уже доходит до конкретных каких-то действий, которые вредят церкви. В другом послании к римлянам Павел в последней его главе обращается к верующим такими словами. Это 17 стих 16 глава к римлянам 17 стих «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились и уклоняйтесь от них». Разделение однозначно рассматривается как посягательство на храм Святого Духа со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это худший, к сожалению, распространенный, но самый худший способ решения каких-то возникающих разногласий. Хлопнуть дверью и уйти, да еще и выгрызть за собой часть церкви, увезти за собой. Это часто случается. А потом на основании этого отделенного, оторванного куска церкви создать правильную новую церковь. Ничего правильного из этого не выйдет. Мы также видим, сколько места апостол уделяет проблеме верного понимания положения служителей в церкви и правильного к ним отношения. Кроме того, что в самом начале этого послания он об этом говорит, в первой главе, вся третья глава фактически посвящена этому вопросу. И знаете, неспроста, потому что сама история церкви показывает, какую большую проблему он собой представляет этот вопрос. Как трудно он решается и какие крупные промахи были сделаны. Вся практика исторических церквей является собой его непонимание и грубое нарушение. Грубое нарушение божественной воли относительно места и полномочий служителей церкви. В этих течениях эти служители обратились просто в отдельную привилегированную касту, которая стоит над церковью и которая принимает почести, которых был бы достоин только один Бог. Это очень большая проблема и пример Коринфян показывает, что отступления от истины могут происходить не только по причине каких-то вторгающихся изни лжеучителей, лже-пастырей, но даже источником этих заблуждений может стать сама масса рядовых членов церкви, если она начинает творить себя кумиров из людей, даже истинно христовых служителей, каковыми были Павел, Петр и Аполлос. Каждый христианин должен иметь личную прямую связь непосредственно со Христом. Каждый христианин должен ему поклоняться. Разумея, что поставленные Господом служители – это Божия забота о Нем, это Божия забота о Церкви, это Божия забота о том, чтобы его личные отношения с Господом наладились, функционировали и постоянно углублялись. И вот с 1 стиха следующей, 4 главы Павел, продолжая тему служения, говорит, «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Во-первых, служитель не бывает выше того, кому он служит, и тем более это справедливо, когда речь идет о служении Иисусу Христу, самому Господу. Обычно в оригинале писания служитель это греческое слово «диаконон». Ну, «диакон» нам это привычнее. Но вот здесь в данном месте Павел употребляет другое слово «гипиретос». Этим словом называется наемный рабочий, занимающий подчиненное положение, который подотчетен только тому, кто его нанял на работу. И во-вторых, Павел говорит, домостроители тайн Божиих. Домостроитель. Что бы это могло значить? Ну, кажется, зачем спрашивать? Оно и так ясно, это тот, кто строит дом. Открываем слово Орежихова, и там, там, правда, слова «домостроитель» нет, но есть слово «домостроительство». И оно объясняется так. Возведение домов, сооружение, зданий. Все ясно. Но если мы последуем такому объяснению, мы не поймем, что сказал Павел. Дело в том, что слово «домостроитель», «домостроительство», оно со временем утратило свое первоначальное значение. И в наши дни оно больше понимается в буквальном истолковании его частей. Дом и строитель или строительство. Однако, когда издавался вот наш вот этот синодальный перевод, это слово имело совсем другое значение. И это значение мы находим в более старом словаре, в словаре «Даля». И там домостроитель объясняется как управляющий домом. Домостроительство – это ведение хозяйства, это надзор за хозяйством, хозяйствование. Вот, например, в украинском переводе в этом первом стихе четвертой главы употреблено слово «доморядник», то есть тот, кто управляет домом. Это не тот, кто ложит камни, крышу делает, а управляет, ведет дом, ведет хозяйство. В оригинале здесь стоит греческое слово «ойкомон». Вот отсюда произошло тоже уже устаревшее слово «эконом». Раньше в старину так назывались управляющие имениями у богатых людей или управляющие домами. Итак, Павел в данном тексте «и себя и своих сотрудников именуют не строителями, но управителями», что сразу приводит на память очень известную евангельскую притчу, которая начинается словами, вопросом начинается «кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» То есть апостол представляет себя и своих сотрудников вот такими управителями в распоряжении которых предоставлены некие тайны Божьи, домостроители тайн Божьих. Что это за тайны Божьи? По общему мнению, речь идет о том глубоком познании истины, о котором Павел говорит во 2 главе, где он 6 стиха пишет, «мудрость мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Это та тайна Божия, которая вверена апостолам, учителям, чтобы она, как хлеб, была своевременно раздаваема прочим служащим, которые все зачислены в штат Божиих слуг, впрочем верующим. Но вот эта задача раздавания этого хлеба или преподания верующим тайн Божественной премудрости, она имеет определенные условия, определенные ограничения. Так упомянутая притча говорит, «чтобы давать им пищу вовремя». То есть существуют определенные времена, когда эта раздача необходима и когда она уместна. И у коринфян здесь были проблемы, о которой открыто говорит Павел с первого стиха предыдущей главы, третьей главы. Он говорит, что все еще не может с ними, с коринфянами, разговаривать, как с духовными людьми, но как с младенцами во Христе. И добавляет, «Я питал вас молоком, а не твердую пищу». И до сих пор вы в таком состоянии, что нельзя вам эту твердую пищу давать. Павел готов был посвятить их в глубины учения Христова, но коринфяны не были готовы воспринять их. И здесь тоже мудрость и благоразумие управляющего. Понять, какого рода пищу нужно тем, над кем он поставлен, чтобы раздавать эту пищу. в разбираемом нами месте начало 4 главы апостол этой проблемы не касается. Он занят объяснением своего положения и своей миссии. И далее вторым стихом он говорит, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Вновь вспоминаем вот эту притчу об управителях. Там тоже поставлен вопрос о верности. Кто же верный на первом месте? Кто же верный и благоразумный раб? Потому что все остальное для выполнения поставленной задачи, то, что от человека, от Павла, как от человека, не зависело, оно уже есть. Бог уже это обеспечил. Истина, которую надо преподать, она дана через откровение Духа Святого. Повеление свыше совершать труд, который, если его действительно дает Господь Бог, Он обеспечивает его всем необходимым и силой, и полномочиями, и способностями в виде дара, и даже полем деятельности, где все это нужно приложить. Все условия готовит Бог. Остается человеческая часть, и она заключается в том, чтобы человек явил верность Богу. Итак, завершая наш сегодняшний разбор, хотелось бы подчеркнуть две очень важные мысли. во-первых, необходимо всегда иметь в виду, что есть церковь в очах Божиих, насколько она дорога Господу, насколько она драгоценна для Него, насколько она любима Им. Можно, конечно, сказать, ну, речь здесь идет, наверное, о Вселенской Церкви, но апостол прежде всего дает это наставление именно по местной Церкви в Коринфе. Вообще, вы знаете, в посланиях апостола очень редко дело, речь заходит именно о Вселенской Церкви. Это многие подметили. Большей частью апостол обращается к поместной Церкви и ее проблемам. Своё подлинное отношение к Церкви Христовой в целом, во Вселенском ее понимании, верующие выражают не иначе, как в его отношении к поместной Церкви, в которой он членом. Мы, как люди, склонны формировать свое видение, свою оценку по местной Церкви, ну, такой, с человеческой точки зрения, смотреть на все эти несовершенства, с которыми мы сталкиваемся. И это определенным образом вредит, это показывает, что мы стоим больше на человеческой позиции. Нам надо всегда учитывать Божий взгляд на Церковь. Господь видит все эти несовершенства куда более, чем мы видим. И тем не менее, не эти несовершенства формируют его взгляд и его отношение к поместной Церкви. Она, несмотря на это, остается драгоценной в ее очах, и даже просто пренебрежительное к ней отношение в сердце верующего человека, оно очень остро воспринимается Богом. Такой человек ни на его, ни на Божьей стороне находится, ни его глазами смотрит на Церковь и вообще на все сущее. но гораздо хуже, это происходит гораздо больше серьезные последствия, когда Церкви наносится какой-то урон. На Церковь надо смотреть, как смотрит на нее Бог. Да, для этого необходимо тоже совершенство. Но совершенство это как раз то, что обретается и к чему Господь желает нас привести. И такое стремление мы тоже должны выразить. Обрести это совершенство. И так важно, очень важно осторожно обращаться с Церковью, в которой мы членами и более всего избегать разделений. И во-вторых, второй стих четвертой главы, на котором мы сегодня остановились, он кратко и ясно освещает главное требование к служащим Господу. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Всякий, имеющий какое-либо служение, коих множество, потому что многоразлична благодать Божия, он в своей сфере деятельности является домостроителем, то есть управляющим теми ресурсами, которые ему вверены Богом для служения. И требуется от него верность, прежде всего, которая прежде всего должна выразиться в его сердце, так, чтобы его настоящей целью было исполнение воли Господа и прославление его имени, и пусть Господь благословит наши сердца, усвоить вот эти важные истины и послужить нашему Богу от всего сердца и от всей души, неся благоугодный ему плод во славу его имени. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Бог, слава Тебе, хвала Тебе, благодарность Тебе великая за жизнь, которую Ты нам даровал. Ты отдал свою жизнь, чтобы жили мы и пролил кровь, чтобы нам не довелось ее пролить, как Ты это сделал за грехи. Благослови же нас, Господи, ходить в истине, благослови нас, помнить, что есть для Тебя церковь, которую Ты создал, за которую Ты заплатил такую великую цену, и чтобы мы дорожили этой церковью, в которую Ты нас поместил, чтобы мы служили к ее благу и к прославлению Твоего Святого имени. Защити нас, Господи, от человеческих мудростов, от всяких ересей, и, сохранив Твоей истине, а мы прославим Тебя, нашего великого Бога. Аминь. Субтитры Аминь. Субтитры Субтитры Аминь. Продолжение следует...